Братья-двойняшки Бауржан и Нурлан Жунусовы встретились сегодня, чтобы вспомнить свои армейские будни. Они служили в 1981 году в московском гарнизоне в войсковой части 74-427. Так получилось, что Бауржана Жунусова в армию призвали из города Алматы весной, а его брата Нурлана осенью из родного Актюбинска. Но их не стали разлучать, так и по закону близнецы должны были служить вместе. Одна часть, один взвод и отделение, и даже кровати стояли рядом. Память обо всем этом хранит дембельский альбом. Мы готовили к свое время дембельский альбом, к окончанию нашего службы, показать своим товарищам, родителям, как хорошо служатся, внуки, чтобы посмотрели, как дед служил примерным воинам, солдатам. Как вспоминают наши герои, во времена их службы в армии, чтобы сделать фотокарточку, приходилось идти в фотосалоны во время увольнительных. Но иногда выпадала возможность попозировать на память и перед любительским фотоаппаратом. В то время мы, конечно, основное внимание уделяли оформлению дембельского альбома. Мне кажется, сейчас... Сейчас уже чернофлэшка, наверное, привозит фото. Да, фото, наверное, у них в дисках сохраняет, наверное, скорее всего. Но альбом, в любом случае, наверное, мне кажется, имеет. Ночью, Фомин, надо спать, а не дембельские альбомы рисовать. Товарищ майор. Верну за два дня до дембеля. Ясно? Так точно. Бархатную бумагу, бархатную бумагу. И фольгу доставали. И сами вырезали. И у нас все эти художники, они нам заготовку давали, трафареты. И мы с трафарета вырезали. Бесенцы, два, три, вперед, наверное, да? Нет, мы готовились кто за полгода, кто за два-три месяца перед дембелем. И готовили, и с первой заготовки из фольги сделали, чеканка с трафарета. Потом вырезали ножницы, даже забыл, как вырезается. Прошло более 30 лет, как братья Жунусовой отслужили в армии. Но память о ней навсегда ставит дембельский альбом, который каждый хранит, как драгоценное сокровище. Служба как расшифруется? С – это самым, Л – лучшим, У – уроком, Ж – жизни, Б – будет армия. Ну, это действительно так? Да, действительно, мы урок получили.